Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий персик и сегодня мы с вами будем жарить картошечку. Я думаю вы все любите жареную картошку, помните это блюдо до детства, мы конечно стараемся более правильно питаться, но вот жареной картошечки такой с корочкой на маслице все-таки иногда хочется. Вы конечно все умеете жарить картошку, но сегодня я поделюсь некоторыми секретами, как сделать ее еще вкуснее. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Нам понадобится картофель, соль, растительное масло, сливочное масло, репчатый лук и чеснок. Я использую сухой чеснок, просто потому что он нам больше нравится и у нас желудок на свежий чеснок так себе реагирует. Если вы хотите свежий, используйте свежий. Это можно, это будет тоже очень вкусно. И первый секрет заключается в картошке. Смотрите, картошка бывает разная, есть куча разных сортов, есть желтый картофель, красный картофель, белый картофель. И чем больше в картофеле крахмала, тем хуже он подходит для жарки. Крахмалистый картофель отлично подойдет для варки или для каких-то драников, например. Чем белее картофель, тем больше в нем крахмала. Поэтому для жарки просто шикарно подходит красная картошка или хотя бы желтая. Вот у меня как раз сегодня желтая. В ней среднее содержание крахмала. Для начала мы картофель, конечно же, моем и очищаем от кожуры. Картофель мы начистили, теперь мы будем его резать на брусочки. Здесь, смотрите, очень важный момент. У нас желтый картофель, как я уже сказала, в нем среднее количество содержания крахмала, поэтому замачивать его в воде не нужно. Я знаю, что многие еще советских времен замачивают картофель в воде. Вот для жарки это делать не нужно. Исключение только если вы берете белый крахмалистый картофель. Тогда мы после нарезки замачиваем его в холодной воде для того, чтобы максимальное количество крахмала у нас вышло в эту воду. Потому что для жарки много крахмала нам не нужно. Мы с вами нарезаем картофель брусочками и стараемся делать так, чтобы они были не сильно толстые, не сильно тонкие и примерно одинакового размера. Еще, чтобы картофель получился вкуснее, я всегда кладу в него репчатый лук. Поэтому мы берем лук и нарезаем его на полукольца. У нас все подготовлено, теперь можно жарить. Смотрите, очень важный момент. Мы берем достаточно большую сковородку, так как у нас картошки тоже достаточно много и очень хорошо ее разогреваем. Я всегда жарю картофель на сливочном масле с добавлением растительного. Растительное масло добавляется для того, чтобы сливочное масло не горело. То есть, получается, мы как бы жарим картофель в смеси. Когда у нас масло начинает шипеть, практически растаяло, мы наливаем растительное. И вот только сейчас, когда масло уже прям хорошо нагрелось, мы добавляем картофель. Посмотрите, у нас картошки достаточно много и где-то я слышала советы, что картофель нужно класть мало, то есть буквально одним слоем и жарить его частями. Ну, вообще-то это не очень удобно. И он и так прекрасно прожарится, если следует одному совету. Мы с вами картофель положили, и мы его примерно 5 минут не перемешиваем. Огонь у нас стоит где-то средний, мы его не трогаем. У нас картофель должен именно жариться, а когда мы будем его постоянно мешать, он у нас очень быстро развалится. И кстати, солить его сейчас тоже не нужно. Солить мы будем в конце, потом объясню почему. Еще один очень важный момент. Лук мы будем жарить на другой сковородке. То есть, мы его обжарим отдельно и потом в конце уже добавим картофель. И вот теперь у нас прошло примерно 3-5 минут, мы картошку аккуратно перемешиваем. Вот у нас уже там появилась корочка. Перемешали и жарим тоже примерно 3-4 минуты, потом снова перемешиваем. Вот это очень частая ошибка при жарке постоянно перемешивать или постоянно переворачивать. Просто если вы блюдо или какой-то продукт жарится, продукт этот должен именно жариться. Нужно его постоянно теребить. Это особенно очень плохо делать с мясом, потому что из мяса может вытечь сок и оно будет что-то не таким вкусным. Когда у нас будет примерно вот такая консистенция картофеля, мы добавляем соль и сухой чеснок. Если используете свежий, то мелко вырубиваем и тоже добавляем картошки. Почему мы соль добавляем в конце? Потому что соль вытягивает влагу из продуктов, будь то мясо или картофель. Если мы сразу посолим картошку, она у нас вытянется влага и она получится такая вся мягкая и развалистая. А нам этого не нужно. Теперь мы добавляем сюда лук с нашей второй сковородки. Перемешиваем, убавляем огонь на минимум, накрываем крышкой и готовим примерно 5-10 минут до того состояния, пока картошка у нас не станет нахрен. Посмотрите, какая у нас получилась румяная, красивая, золотистая картошечка. Она очень вкусная, у нас ничего не развалилось, все приготовилось и выглядит это тоже классно. Это та самая картошечка из детства. Кстати, ее замечательно подавать с какими-нибудь солеными брусами или помидорами. Я буду ждать ваши отзывы и обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита!